И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной видеоролик гонки вооружений. Записывать, как всегда, я его буду с Артёмчиком. Артёмочка может сразу быстро поздороваться. Сегодня у нас видеоролик связан с Громом и Магнумом. Корпуса у нас дефолтные хорьки. Что касаемо дронов, то используем, конечно же, мы защитников. Посмотрим на данные два интересных вооружения. Два вооружения, которые в один период времени были довольно жёстко нагибаторскими. Потом Гром немножко занерфили. Магнум, Сплэш тоже понерфили. Но, в общем и целом, данные пушки являются примерно равными в балансе. И сегодня полноценно мы решили записать обзор на данных двух вооружениях. Посмотрим, что из этого дела получится. Ну и если вам нравится данная рубрика, если вам нравятся подобного рода видеоролики, которые связаны с гонкой вооружений, где мы соревнуемся, где мы проверяем новые интересные вооружения, тестируем, смотрим, какой из них лучше нагибает, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Как только 150 лайков набирается на видеоролике, то сразу же выходит новая часть гонки вооружений, соответственно. Ну и ещё, что я хотел добавить. Это то, чтобы вы предлагали также свои вооружения в комментариях под данный видеоролик. Потому что довольно большое количество интересных потенциальных вооружений берётся именно из комментариев под предыдущими видеороликами. И уже, соответственно, мы придумываем что-то, записываем, показываем. И всё это дело, конечно же, анализируем. Сегодня я начинаю на грамме. Артёмочка начинает на магнуме. Катаем, я думаю, что дефолтный контроль точек. Что касаемо флагов, мы уже это тестировали, смотрели. Там всё, ну, так можно сказать, печальненько происходит. И не особо там что-то можно показать, что-то как-то нагнуть. Поэтому самый оптимальный режим получается, как мы уже поняли, это контроль точек. И, соответственно, в него мы и пикаемся. Надеемся на не совсем большие карты. Ну и надеемся на то, что Артёмка будет реабилитироваться после последних своих проигрышей. Особо у него что-то как-то не идёт. Сегодня он там уже говорил, давай вулкан, давай вулкан. Но всё-таки не только на одном вулкане записывать гонки вооружений. И сегодня будут такие вот вооружения, которые, по сути, наверное, не так часто мы используем в матчмейкинге. Но это те самые наши любимые сплэшевые пушки. Также я забыл сказать о том, что гром у нас с кувалдой. Магнум это, как всегда, с устройством на поворот башни. Не помню, как оно называется. Если Артёмочка помнит, может сказать. Но я думаю, что он тоже особо ничего не помнит. Но поворот башни там дефолтное, короче, устройство. Родайверт, хорошая карта. Потенциально интересная. Сколько думаешь, Артёмочка здесь может наколотить? Сколько у тебя получилось? Артёмочка, я думаю, да. Изи, да? Артёмочка говорит изи. Когда он говорит изи, это либо у него вообще ничего не пойдёт, либо у него пойдёт, но слабенько. Пока вроде как у меня по первым накидкам довольно-таки неплохо. По первым накидкам скажу, что потихо и даже неплохо начинаю идти. Смотрю, победка наша сейчас будет досрочная. Может быть, даже у Артёмочка будет больше шанса на быстрый опыт. О, Хори, а вулканчик твой любимый, Артёмочка, против? Ух ты, кусочек, конечно. Нормально я его слил. Гром, кстати, неплохо урона дамажит. Я что-то как-то думал, что у него даже меньше урона будет здесь на кувалде. Но пока вроде как по урону не совсем всё плохо. Вердрайв есть, сейчас надо его потенциально правильно как-то реализовать. Ты свой овер там уже использовал, что ли? Да. Нифига, ты быстрый резкий держишь. Я только, блин, начал раздупляться потихоньку, а ты уже овер проюзал. Ну ладно, ничего страшного. Надеюсь, что я сейчас покидаю чуть урона. По 1600. Ой, хорошо, так как залетает. Вообще великолепно. Главное, сейчас ещё какой-нибудь сплэшик бы тут понакидывать. На громе я давно, если честно, не играл. Поэтому не может быть. Не совсем всё гладко будет у меня здесь получаться. Может у Артёмочки будет больше шансов на победку. Ну ничего страшного. Всё-таки мы вооружениями сегодня потенциально поменяемся. Это уже не какие-то гауссы, где у кого-то нет устройств, у кого-то есть только одно дефолтное. Здесь уже вооружения потенциально одинаковые. Поменяемся после боя и там уже будет видно, кто у нас вообще. Статус лучшего игрока матчмейкинга будет вообще сохраняться или не будет. Поэтому это тоже очень интересный моментик. Моментик, так, там два вулкана, я-то вулкана рез сменил. Я думал, что сейчас не будет ни одного вулкана против. Я так что-то как-то самоуверенно взял, рез снял. А сейчас как-то чувствую, что зря я это делал, похоже, дело. Там уже... Ой, косой. Там грома рез у челика есть. И этот прожимает уже овердрайв хорёчек. Ну я так, чуть подсоевого поиграю, чтобы не получить лишний урон. Надеюсь, что он её не заберёт. Тоже уже овер поражал. А, Артёмочка просто его оприходовал по-красивому. Ну и смотрите, что здесь происходит. Происходит то, что... Артёмочки что-то как-то великолепно опыт идёт. Великолепно всё у него складывается. Уже плюс 130. Великолепно всё. Всё, всё, всё. Да, да. Всё именно так. Два вулкана наваливают. Там я вообще в прострел даже выехать стрёмно, если честно. Твой хороший плюшечку выдал. Ещё в ходу не попал. Плак. Там овер лежит по центру. Тенина? Да есть. Брадо, я нету. Мне его взяли. Тат вулкана защищен? Да зачем давание все слоят ходим-то? Не надо вызвать. Надо резать. У меня вулкан слён огибает жёстко. Я лучше возьму вес. Я взял от Гаусса. Ну ладно, возьму. Он Гаусс оставлю. Возьму ещё себе от... Пули качать, пули к реально очень много наносит. Прям очень много. Он же не всегда всё-таки на овере. Ой, там какой-то фраг халявный стерил. Не плохо. Получилось. О, а кто тут на кулдауне стоит? Щитом стоит, смотрит. Жесты. 200 опыта треву, ужас. Я чувствую себя очень плохо. Прям вообще максимально печально. Артёмочка, давай расскажу какую-нибудь историю, чтобы ты меньше опыта набил. Расскажи историю там, а лучше пушки мочить. Матчмейкинги. Какая лучшая пушка матчмейкинга по твоему поводу? По твоему поводу вообще, ну, опыту большому. Ты всё-таки вот, как бы, лучший игрок матчмейкинга на данный период времени. Расскажи вообще, как думаешь, что может быть круче вулкана сейчас матчмейкинга? Ну, первое место... Пудик, второе, Жига. Кстати, я Арта. Арта? Серьёзно, Арту сразу на третье место ставишь? Ну, я кажется, что Арта не будет третьей. Ну, мне так кажется. Ну, гибает. Ну, может быть, я ошибаюсь. Не знаю. Да, всё, я тут дать бил бы ты. Как сразу Артёмка радуется, когда у тебя всё получается. Как у него сгорает, когда у тебя ничего не идёт, и он сидит так тихо, волча. Ну, это досрочка хорошая, такая быстрая. Ну, потенциально. А, ты пушку будешь менять, нет? Это не на тех, а честно. А, ты всё отбиваешь. Такой, а, Артанов, приступно, гибает. Так, давай ещё одну каску ты на Громе, а я на Арте, и всё нормально будет. Надо поменяться теперь, Артёмочка, посмотреть уже, что у тебя будет происходить, когда ты будешь играть на том самом Громе, на котором я только что скатал. Не, ну я не сказал, что Гром печальный, просто там что-то Артёмка очень быстро этот урон начал накидывать большой. Как-то я что-то проморгал, пока балаболил, он уже на отрывчик такой неплохой ушёл. Ну, не знаю. О, карта великолепная, а Тарты четыре реза. Сколько было, кстати, от тебя в той катке? Отсюда. Сколько у тебя было в той катке? Большое количество резов было вообще. Советую день ему. Ага, ну, понятно. Ну, вы понимаете, да, как это работает? Ну, не было от него, да? Не было от него, да? Ну, так, я там, наверное, как стены был тут. Слегка четыре, там, нормально. Чуть-чуть, чуть-чуть резов. О, там гол слетит. А, это контейнер? Контейнер! О, я сидел, просто смотрел что-то. Ну, ладно, ничего страшного. Артёмочка там где-то что-то грузится. А я пока по-быстрому, по-быстрому, по-быстрому опыту, опыту, опыту. О, карта хорошая, карта великолепная. Я выдал по Челику, знаешь, сколько урона? А, уже 80 опыт. Угадай, сколько я по Челику сейчас выдал уроны, и он вышел с карты? Угадай. У него... У него... Боже, что я сделал? У него 4 тысячи хп, сколько ему выдал? Та 9909. Триде 9904. Ну, я победитель, просто тупо победитель по жизни. Так, у меня уже ловер есть. Это хорошо. И, кстати, какие быстрые катки сегодня попались на вообще что-то, как-то вторая, походу, тоже на досрочку идет по-быстрому. Ой, боже, мой боже. Видал выстрел богов, так долго перезаряжается играл. Тут вообще. Выстрел богов видел? Нет. Ты я много раз промазал, тоже. Подъем стиля на рэпике. Ну, я вот, только что как дал. Ну, что ты помнишь ты? Сейчас как дал выстрел. О, опять ёпты промазал. Ладно. Такая плюшка могла шоколадно сейчас залететь. Но я, как всегда, ее промазал. Ну, я такойся, конечно, игрок на сплэш-вооружениях. Сплэш-вооружениях с моей игрой на арте, ой, через лагами, не все так и замечательно, получается. Но тут больше, наверное, надо играть от поражатия овердрайвов, поэтому сейчас все пойдет. Свой трестокидывать. Все будет нормально. Хорошо, партемочка сильно много не нагибал. Будет все замечательно. Все, Артемка много накидывать не будет. Но карты хорошие, чисто вот для таких пушек, карты нам сегодня прям такие. Закинуло то, что надо. Карты прям очень бодрые. Еще бы я бы на этих картах играл бы получше. Было бы просто замечательно все в этом плане. Ну и пока статус лучшего игрока матчмейкинга оправдывается. На один видос он как-то смазывался там, молодой человек, как-то у него там не шло. Он там потел, плакал. Говорил, что пушки не нагибают. Что ты мне за пушки даешь? Камеди! Что за пушки, я там хотел свою нагибаторскую, а у меня, как всегда, какая-то шляпа усатая. Ну, сейчас вроде как... Самый что? Не рассказывает никаких историй этот Артемочка. Вроде у него как все хорошо. Я пока нублю. Еще и овер в пустую прожал. Даю шанс просто Артемкина дополнительный нагиб. Кстати, сплэш по варты, как будто вообще, блин, пофиксили до такой степени, что я там чуть ли не в себя сейчас давал. И все равно по мне ничего не прилетело. Это, конечно, круто. С одной стороны, с другой стороны, я понимаю, насколько маленький все-таки сплэш летит по противнику. И это не есть хорошо. Хочу, я ненавижу свои. Все, вот это дайк пор не стреляю. Кого ты ненавидишь? Своих. Сокомандит. А-а-а. Затвей, стадай, сабля, прям гибалки. Да, ничего страшного, нормально, пойдет. Пойдет, пойдет. Главное, чтобы они побольше тебе мешали, а я побольше нагибал противник. Тогда будет все замечательно. Правильно, Артемчик? Знаешь, чтобы тебе мешали. Лучается, да. Получается, не то что да, получается на 100%, да. У меня овера нету, где мы овера чем? Он тут прожал овер и куда выдал я выстрел, я не знаю. Боже, ну что это за ерунда? Ничего не получаю. О, дроповый дэшкэ, дэшкэ на дроповый дэшкэ. Уголкнул. Дроповый дэшкэ, да да, 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 да. Я понял, меня обломали. Он хоть в килл дан дополнительный. Ну ладно. Ну ладно, ну ладно. И где-то еще голдик летит, Артемочка. Где-то контейнер летит? Афига мне. А, не, просто. Ну афиг тебе контейнер, хотел сказать? Да. Тебе должен контейнер? А если там прямочка? Там мне это есть. Брат, он кастырил просто фраг. Я думал, что там очень велико много хп. У меня просто гаусс нарез под раз отправил. Так, 27-8, это опять досрочка. Ну, я хотя бы выигрываю. Это неплохо. Это неплохо. Это неплохо. Это неплохо. Вот так, 4к, замечательно. Замечательно. Еще. Отлично. Двоечка. Шоколадная. Теще, теще, цель, цель, рикошет. Отлично. Ладно, изи получается. Какие изи? Какие изи получаются. Там, конечно, у меня какой выстрел сейчас дал? Какой выстрел. У меня там после катки на стол больше. Я-я-я-я-я. Тишина, тишина, тишина. Тишина, тишина. Так, как мне закончить все. Ну, в общем и целом, друзья, как-то так Что я могу сказать сразу Магнум по факту сильнее, чем Гром И Артемочка вообще дал свой рейтинг по поводу лучших пушек матчмейкинга Ну, не знаю, что касаемо Магнума Я, наверное, с ним не особо согласен То, что он Магнум поставил на третье место Но что касаемо Вулкана и Жиги, то это 100% Это две лучшие пушки, которые сейчас нереально жестко формят В матчмейкинговых боях Ну, и у нас получилось то, что Магнум потенциально интереснее смотрится, нежели Гром Ну, и здесь как бы нет ничего удивительного Гром реально в последнее время зафиксили Он не является столь жестким, столь нагибаторским Ну, и статус лучшего игрока матчмейкинга сегодня потенциально сохраняется за Артемчиком Он его как бы доказал-показал, нагибал Ну, и вы под видеороликом данным не забывайте обязательно тоже предлагать новые интересные вооружения И желательно, чтобы в этих вооружениях не было ни Жиги, ни пулемета Потому что, ну, это дефолтные пушки Все мы их знаем, все знают, как они нагибают Надо что-то тестировать жесткое, не совсем нагибаторское И смотреть, выбирать Возможно, вам показывать те вооружения, которые все-таки в балансе на данный период времени находятся немножко лучше Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился Как я уже сказал, не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал Нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики Ну, а с вами был мистер Ванька и лучший игрок матчмейкинга Всем удачи и всем пока Пока